Запуск змея. Больше становимся похожими на них. Как же избавиться... Молния вблизи, да еще и вызванная тобой. Это действительно круто. Тебе наверняка интересно, как же нам удалось поймать молнию? Увидеть место, куда ударила молния. Тут очень жарко. Что же мы испытали, находясь в непосредственной близости от этой страшной стихии? И узнать, что случилось с нашим оборудованием после грозы. Усаживайся поудобнее, сейчас я все покажу. Хочу сразу предупредить, не пытайтесь повторить увидеть. Грозовой разряд смертельно опасен. В прошлом ролике я подвязал тоненькую проволочку к змею и запустил его в грозу. Но ничего не вышло. Теперь я доработал эту технологию и подал на проволочку высокое напряжение. Из телевизора «Юность». В Луганске буквально в эти минуты проходит большой пророссийский митинг. На аноде кинескопа в нем используется 10 тысяч вольт. Этого вполне достаточно, чтобы вызвать начальную ионизацию. Казалось бы, маленький телек, а сколько на пруге. В темноте даже можно наблюдать, как светится коронный разряд на кончике проволочки, который закреплен на верхушке змея. Сегодня будем проводить уникальный эксперимент. С помощью этого телевизора будем приманивать молнию. Этот телевизор будет вырабатывать высокое напряжение, которое выведено на этот провод. Вот сейчас, кстати, он работает от этого аккумулятора. Можете посмотреть. Вот он гипнулся. А этот провод будет, в свою очередь, подключен к тоненькой проволочке, которая будет подвязана к воздушному змею. Эксперимент проводим на высоком холме. Аккумулятор мне не хотелось бы испортить, поэтому я его поставил на изолятор. Корпус телевизора я хорошенько заземлил, а высоковольтный вывод через проволочку на бутылке подсоединил к змею. Пробный запуск показал, что проволочка легко сматывается с бутылки. Включаем запасные камеры и уходим на безопасное расстояние. До вызова грозы остаются считанные минуты. Змей то набирал высоту, то опускался, из-за чего проволочка постоянно коротилась землей. При очередном порыве ветра, змей резко метнул вверх и... Камеру отбросило взрывной волной, как тряпку. Поэтому не удалось заснять молнию общим планом. Но ничего, у нас есть запасная камера. Ощущения от молнии просто непередаваемые. Звук, как вроде взорвалась артиллерия, только внушительнее и резче. Вспышка это нечто. Рассмотреть ее удалось хорошо, так как я ее увидел еще несколько минут, особенно если глазами поморгать. А внутренние ощущения... Это не передать на видео. Мы после молнии не сразу пришли в себя. Просто не верилось, что такое можно сделать своими руками. А потом, как не совсем вменяемые, бегали по лесу, опасаясь, что на такой шум могут приехать военные. Всего за пять минут мы долетели домой. Теперь можно спокойно изучить последствия удара молнии. Рассмотрим по кадрам. Внутри бутылки возникла сильная магнитная индукция, которая разбросала витки проволоки. Вот видите эти кольца из искр? Потом молния перескочила на антенну телевизора и мгновенно ее испарила. Молния вышла через переключатель каналов в землю, поплавив его, как после сварки. Провод от аккумулятора отгорел. Расплавленной земли почему-то я не нашел. Может нам попалась слабенькая молния, но зато обнаружил три отверстия на земле, вокруг которых выгорела трава. Получается, молния вошла в землю в трех разных местах. Одно возле переключателя каналов телевизора, а другие два в метре от телевизора. Почему так произошло? Может быть была серия молний, и каждая ударила в новое место? А что же случилось с телевизором? К моему удивлению, кинескоп не взорвался. На нем появились только какие-то странные пятна. Задняя стенка слетела, поплавилась и покрылась странными пузырьками. Антенна полностью испарилась, остался только пиптык. Плата покрылась странным фиолетовым налетом. Много дорожек перегорело, предохранители все сгорели. Но это неудивительно. Из динамика вылетела катушка, а мембрана выгнулась наружу. Аккумулятор жалко. Хоть он и не испытал прямого попадания молнии, его пожгло жестким ультрафиолетом. Корпус поплавился и покрылся пузырьками. Окраска потрескалась. Он был полностью разряжен, но когда его зарядил, он начал работать как новенький. Главный секрет молнии разгадан. Теперь можно заставить ее бить во что угодно. А во что ты хочешь разрядить грозу? Пиши в комментариях, и мы сделаем это. Самые необычные эксперименты на YouTube-канале Криосан. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok